Честно, сердце на руку положившим, мы не собирались идти голосовать, потому что такая обстановка, вот этот коронавирус, это все очень опасно, но мама, у нее гражданский долг такой, она сказала, нет, мы идем на выборы, поэтому мы сейчас одеваемся и идем на выборы. Ну, там снимать, то нечего, но если что-то интересное будет, я вам покажу. А уже, сними пока маску, в дворе у нас нет короны. Я не люблю ее, я говорю, я бы им на голову повисать эту маску. Все, пошли мы. Так, добро пожаловать, чтобы в нашей Украине повезло, чтобы выбрали достойных людей, которые наши мечты и наши все наши выполняют. Ага, а что это у нас такое тут? А, это вчера тянули, это ты думаешь? Такое впечатление, что мы действительно, мы вышли в пол восьмого по-новому. Ну, мы не знаем, с 7 или 8 работа и выбрать щадильный. Будем ждать, мы как на базар, первый идем, понимаешь? Санька вообще побег. Мы потихоньку, мама сегодня нога, что-то так болела на палец великий. Ну, погодайся. Та не-не, иди нормально, не спеши. Дивите, какой красный-красный виноград, красивый этот дикий, правда? А ось. Ага, осень. Красиво прямо. Его так, как забор посадить, ну, таки красивый. Він же зелений так, а так червоний. Тоже, глянь, кирпич розлагается, понастраивали. Когда сам Модерин был, тиры, кто ними пользуется, гроши сяки вшарашили. Дивите, какого качества кирпич. Видите, розлагается под виноградом. Вот такое качество кирпича. Я вспоминаю, что когда-то за детей думали, что в тир, чтобы они не ходили. Ой, мата. А теперь они зашли. Его построили, даже там и не пользовалися, я тебе скажу. А тут же весь цей сень, что она вот такая. А вона умерла, та женщина, что ли? Да, вона тут не жила. А вот это садик, куда ходила наша Сашуня. Видите, вот это вот. И тут вот качелька, она мне не такая. Там была ясельная группа, а вот это первая группа. Нет уже качели. Убрали качельку. Вот это Саша опасная, ударилась. Да, да, да. И вот это такая улица. Ну, как я в школу ходила, то не было такого такого. Воно было без заборей. Видите? А это школа же наша. А это... Это не туалет. Где туалет? Где туалет? А, ну да, да. Туалет для некультурных. Они зеленая крыша. Нет, машины уже стоят, значит уже працуют. А еще и свет не горит. Точно, наверное, не працюють. Ось золотой ключик наш садик. А, конечно, они должны голосовать. Все. Чтобы вот эти голосовали. Там открыто все. Ну, наверное, открыли вам. Ты же не бачила, что ж тут? Ага, нет. Ну, ты еще не дошла, уже начинаешь возмущаться. Вот так вот и все возмущаются. Чего возмущаются? Нет, я не возмущаюсь. Ты еще не бачила. Я, например, пропустила. Тут песок. Видите, позастеляли, потому что все коты ходят сюда и писять. А раньше это были как басейны такие. А вот, видите, стены обмалювали я, Кетти. Это Дима тут и был. Вот это, я не знаю, кто. А вот это, вот это, тут таки был баллон с зубами. В 10 классе это не малювали тут хлопцы. Видите, баллончик остався. Там написано Дима, там Даксин, Коба. Короче, все хлопцы. Вот здесь они писали. Видите, это как я иду, так и в Саминаю. В школьные годы Димкине. У них тут было, знаете, то есть, модно. Обрисовывали стены. Вот своим директор сказал, вот тут и рисуйте, что хотите. Вот вон и тут и рисовали. И видите, по этой... Не, курить не казали. Вот по этой дорожке, видите, мы вышли прямо на остановку. У нас тут красивая. Дорогу сделали перед выборами, чтобы показать работу, ребята. В жизни у нас тут такой не было. Посмотрите. Разрисовали переходы, поставили остановки. Короче, такая уже, что у нас... Ну, вы поняли. Что закрыто, Саш? А двери? Открыти? А отсюда ты не бачишь? А у нас тут... Не, ну, он же выборчая дельница. Я же не взяла тебе приглашения. А что там написано? Не читала их, мам. Мы знаем, где наша школа, знаем... Короче, мы первые. Ну, я не знаю, ну, закрыто. Может, сейчас написали, что отменили. Боже, как хорошо, как хорошо. А ты что, это вообще преступники? Какая же преступники? Преступники? А, ну да. А мне, бачите, понамальовывали. А мне кажется, преступничество, что... Они свои вывозят. Что мы на выборы идем, в школу. Оце преступничество, да. Нет, нет, нет. Мама, ну, у нас с тобой тут точки расходятся. Я считаю, что в школьных заведениях этого нельзя делать. С восьми? С восьми часов. Так что мы... Сколько времени? Пол восьмого, наверное. Ну, у тебя же на телефоне есть. Сейчас я гляну. С ума сойти, мы пришли в 38 минут, понимаешь? Мы первые. Ай, обалдеть вообще. Ну, зато мы первые. Мы хотели первые. Мы не то, что... Не то, что голосовать. Не то, что голосовать, а то, что мы не хочем вот всей всей инфекции, которая в конце дня будет или в середине, когда пойдут массовые люди. У нас на Занасыпи есть много больных коронавирусом. И поднимали этот вопрос, что зачем. Ну, сказали, что тут, я не знаю, я там внутри, может, снимать не буду, а я вам расскажу все. Говорят, даже есть кабинка для коронавирусных. Ну, мне так говорили. Ну, я посмотрю и все вам расскажу. Так что, ну, мы, как говорится, мы початок. Как выборы пройдут, это от нас. Саша, ты первый будешь заходить, как мужик. Такого еще не бывало, приперлись на выборы. Это наша мама нас подняла. Она никогда в жизни не опаздывала никуда. И тут первая, первая. Хотя мы часы перевели. Стоим, вот, читаем. Вот, смотрите, там написано вот такая вот белая штучка. Там написано, что маску надеваете, заходите, руки обрабатываете, потом меряете температуру. Если у вас температура 37,2 или гриппа, там, ну, застуды, то вы должны голосовать в специальной кабинке. И обязательно дистанцию, оптимальному маршруту руху для здействия голосования, то есть не ходить, не блокать ни туда, ни сюда, а прямо так. И сразу вы ходите, сразу, ну, я мусорки пока тут не вижу. Написано, утилизируйте, ну, перчатки там, вот это все, маски, все выбросьте в эту. Но, по идее, по идее, они должны маски, честно говоря, давать вот здесь. Тут должны маски разовые лежать. Должны маски лежать, и люди должны их брать, то есть поштучно. Вот как приезжаешь в гостиницу, и там тебе маска. Вам надо маска, пожалуйста, тебе дают ее в целлофане. Ну, посмотрим. По идее, если такая у нас красная зона, если у нас Украина на грани второй волны, то, извините, вы знаете, что приходят, не будем скрывать, приходят пенсионеры, которые эту маску бедную стирают 155 раз, или, ну, многоразовая она, хотя она действует там, по-моему, 3 часа всего-навсего. Поэтому должны быть маски. Но я не знаю, будут маски или нет, я вам все это расскажу. Но я в чем очень глубоко. Они на бигборды деньги потратили. А на маски, чтобы купить людям, это нет, это не обязательно. Вот это на втором этаже, это учительское два окна, вот это дальше кабинет физики, это Сашин, Сашин, классный керевник Сашин. И здесь это ихний был класс. За каждым классом, с классным керевником закреплен кабинет был. Вот это ихний. Шторы мы туда покупали, вот это окна мы сдавали, деньги все сами. Все делали сами. Вот это окна пластиковые. Крышу перекрыло вроде бы, не знаю, в том году или позапрошлом. А так все, вот это родители сдавали деньги. Ну, это когда еще было. Сейчас вроде бы эпопея, что деньги уже не собирают. Слава Богу. Ни на гардины, ни на шторы. Все вот это закрылось уже. Так что, слава Богу. А я считаю, знаете, приезжают комиссии. Это смешно, приезжают. Тетя Верочка тут работает, я вам как-то показывала видео в буфете. Проверяют работу, оборудование. Там оборудование еще при мне было. Вопрос, интересный вопрос. А вы что-нибудь сделали для того, чтобы приехать и проверять? Все, ищутся деньги, родители собирали, покупали новые мясорубки. Все сами. На ремонт, на это все сами. Что вы проверяете? А я считаю, пусть будут руины. Да, конечно, директор будет попадать, что она не смогла крутиться на одной ноге. Пусть будут руины. Приходите и проверяйте руины. Правда? Вот эта показуха, показуха нас довела к тому, что как мы живем сейчас. А на вот этих ступеньках все время все выпускники и все фотографируются. Все время и у нас фотографии есть. Вот синий цвет, все как было, вот это все таки есть. Это достроили в нашей школе. Когда я училась, такого тут не было. Тут были просто ступеньки и все. И там двери были обыкновенные. Это все достроили. Тут какие-то два кабинета. Ну, не знаю, работали они когда-нибудь или нет. Тут в одно время прямо все строили, строили. Наверное, надо было деньги отмыть или что. Даже много сооружений, которые просто не нужны. Ни разу никто не пользовался ими. Ох, Господи, Боже мой. Школа, вон, дифференцирована номер три. В школе училась я. Там, да, сейчас мама ходы. Она пришла в садок подавиться. Там мы с Наташей сфотографировали. И березы там есть, которые мы в восьмом классе садили. Большие-большие березы. Я, наверное, уже показывала. Там их несколько осталось. Не знаю, чьи прижились. Наш класс садил. Эти березки нет. Это садили не мы. Это равнительно молодые. Видите, он стоит парень. Пять вопросов от президента на спине. Я не знаю. Мама тут мне рассказывает, что это такое. Она все знает. Это президент сказал собрать все эти штуки. Ну, народ уже собирается, конечно. Все хотят пораньше проголосовать. Но мы сидим прямо. Двери закрыты. Зайти, чтобы там замерз. Что, если раньше пришел, то ты не зайдешь. Закрыто все. Вот мы зашли на... Ну, там маленькая коробочка масок. Не знаю, на сколько людей хватит. Но там маски есть. Сейчас, секунду, я хочу вам показать. Верчатки, как в магазине. Ручки. Но это мы первые. А, перец. Ручки есть у тебя? Что? Дистанция, дистанция, пожалуйста. Еще секунду, я с тобой. Я не знаю. Тут, понимаете, столы. И каждый к столу, ну, к своему, не округу, а по адресу каждые подходы. Это для спостереговичей. Там руки дезинфектором. Но маски там есть. Вот если у вас нет масок, пожалуйста, одевайте. И маска будет ходить. Смотри, Саша стоит первый. Очень долго будет. Так что будьте готовы к тому, что вы здесь не пять минут как взяли, побежали и бросили. Вот Саша стоит сейчас, девушка. Еще не отпустили Сашу. То есть пять бюллетеней. Да, по-моему, пять бюллетеней. И вот эта же девушка должна все отмерить и все дать. Там тебе дадут ручку. Мама тут самый буйный и самый непослушный этот. Кто пустил без ручки. Все, видите, там стоят люди. Здесь ножки. Вот видите, это люди все стоят. Ну, на этих делениях. Ну, очень. Здравствуйте. Это он и узнал. Как дела? Слава Богу. Да ничего, тоже потихоньку. Видите, тут тоже стоят на делениях. Ну, очень медленно. Много сильно бюллетеней. Люди читают. Долго, конечно, немножко будет. Здравствуйте. Сейчас одну силночку, да. Вот видите, пять пытанет президента. А расскажите, что это такое? Здравствуйте. Это социальный опрос. Проводим пять вопросов от президента. А это надо писать и бросать туда в ящик или как? Да. А ну, дайте я почитаю вопросы хотя бы, хорошо? Ну, это не жду. Ну, ящик такой опломбированный. Там где-то будет его вот такая. Сейчас, спасибо большое. Вот смотрите. Чипитрым это выедают до вечного вязания за коррупцию в особые волоках родственников. Ой, какой интересный вопрос. Я сейчас заполню обязательно и сюда его брошу. Сейчас, секундочку. Вопросы. Интересно, мама моя заполняла ли мне? Сейчас, сейчас, секундочку. Смотри, вот смотри. Очень, очень хорошие вопросы. А я наоборот бы сказала. Не надо, не хочу. Смотри, мам. Смотри, какие хорошие вопросы. А сколько это грошей стоят? Ну, ничего страшного. Они не сказали? Тут смотрите. Вот. Ага. Ага. Если бы оно так было на самом деле, и право Украины, они без гарантии, ну, конечно, да, я все поддерживаю. Так вот это ты дала им. И все, и они просто почитают, они же не знают фамилии, это все анонимно. А тебе они тоже другой дали экземпляр? Нет, это вот, я вот подошла и взяла. Это все анонимно, это общий вопрос вам. Слышишь, так, они вот так, как говорили, запомнили. Вот дали мне, вот я сама подошла и запомнила. Сейчас в коробочку кину, я просто спросила, в коробочку кину сейчас. Это моя, да? Пошли. Саня замерз уже. Я замерз. Ты так долго, ты там... Будь долго. Да нет, ты... Саня мой там... Саша, Саша изучал, стоял там, я говорю, Саш, ты что, на выборы готовил? Ну, это полчаса читал. А я? А я не могла найти, Алла, тысячу раз... А ты без очков. Без очков. Я бы тебе себе и дала. Он и так хитро партию. Нет, там не хитро, там надо было... Да. Там надо было изучать. Нет. Там надо... Если номер человека ставишь, не просто одиницу, а надо ноль... А я ноль не ставила. А я только... Ноль надо ставить. А я не ставила ноль. Я так... Ну, сказали, это не будет испорчено. Во-первых, что там... Ну, извини меня, только в одном там бюллетене я знаю, за кого голосовать, а все остальное... Главное за то, что там люди, которых ты не знаешь. Даже если ты за партию, партию поддерживаешь, ты не знаешь тех людей там, ну, особисто. Поэтому ты пишешь... Любовь. Пять. Пять. Пять же бумаг, Саша. Четыре. Четыре, да. Четыре, да. Три длинных, одна короткая. Малецкий, господи. Динамера и где то там это... И люди, конечно, очередь стоит. Смотрите. Вот-вот-вот стоит. Это же только люди пришли. Расстояние держат все. Ну... Что так? Да. Ручки. Одна-то подошла такой организатор, начала говорить женщине, зачем вы привели ребенка? Она сказала, где же ей годину того ребенка? Оставьте его на улице. Женка стоит в очереди. Ну, маски даты. А я, правда, вмешалась. Говорю, вы знаете, вы как руководитель, а она, видно, главный вот этот вот, как называется, надзиратель. А, открыте дверь. Давайте стоять курить там, вон, эти. А говорю, у вас маска одета, у вас нос весь открыт, у вас маска неправильная. И вы начинаете учить. Ну, я как всегда, вы же понимаете. Она, я не могу разговаривать, у меня очки потеют. Так, вы меня выбачите. В интернете есть тысяча вариантов, как сделать маску, чтобы... Есть, продаются, чтобы не потилые очки. Можно было этим 15 человекам купить эти маски, потому что девочки тоже страдают в комиссии. Очки запотевают, когда нос закрытый. Так купите эти маски и подготовьте. Ну, не знаю. Я тебе скажу, что честно, как оно есть. Вот то в начале маски в коробочке там лежали трошки, то на этом они и закончатся, я думаю. Да, да. Потому что вы же знаете, что у нас показуха за всей показухой. Ну, а так, я говорю, девочки, дай Бог вам здоровья выдержать до восьми вечера. И потом самое главное посчитать эти голоса. А ко мне подошли, там это, вот это с парнями разговаривала. Это из нашего дома Димкин друг тоже в комиссии. Я говорю, да, мы тут тряхнемся. Потом еще один парень тоже. Потом Ніну Ивановну я видела садик. Да, она зам головы выборчей дельницы. Ну, короче говоря, все вот эти, кто работает в школе и в садике, как обычно, они и в комиссии сидят. Ну, там не миллионы. Я сама в комиссии сидела, там такая работа, целый день там просить. А сейчас еще коронавирус. Там мне такие большие деньги платят, так что нам платили тысячу гривень. Тысячу гривень – это… Конечно, это копейка. Думаешь, люди, что там по самосознанию пришли? Потому что копеечку заработать какую-то возможно. Понимаешь? Ну, мама там всех построила, она мне уже даже надоела. Я говорю, мам, замовчи, пожалуйста. Так, куда вы за полосу лезете? Так, ну давайте вот тут. А там немножечко, уже когда подошла к столику, немножечко заменживала, что-то она бумаги там хватала. А она очки не взяла, она такая зрячая. У нас что прямо вообще? Ну, ты довольна проголосовала? А, они мне рассказывали. Снимай маску. Вони… Я еще до сих пор не сняла. Ты знаешь, они мне даже девчатка цей рассказывали. Я хотела отмечать, где який вывод, где район. Нельзя там. Там нельзя принять. А, вот так. А нельзя. А вона каже, я складу вам точно так же. А я туда зайшла, забыла. Ну, на данном этапе ты там была самый взрослый выбор. Ну, конечно. Самый взрослый. А тебе опитывания не делал, вот этот парень молодой? Нет. А мне не делал. Он подошел и начал меня спросить. Ну, первое вопрос, которое было, за кого вы проголосовали за мера города. Ага. Ну, я ей сказала. И потом говорю, чтобы ты себя не утруждал. Я голосовала за одну партию во всех бюлетнях. Он говорит, спасибо вам большое. Ваш век. Ну, он уже анонимный. Ваш век. Я говорю, 56 лет. Все. До свидания. А чего вы меня не спросили? Мам, идем. Возвращаться не будем. Пошли. Пошли. Мам, я сказала, честно, мы на выборы не собирались. Это у нас мама. Знаешь что, доча? Пошли. 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 Я хочу, что оно у меня сбило с пантелика. Вот первая грахва в каждом бюлетне. Вот так клетка, 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 клетка. Да. Вторая грахва там зарисована. Значит, там надо нам писать. Цифры писать. Да. А за партию. Вот за партию. Это чистая вся. Чистят все клетки. А ты уже выбирай за какую партию. Мам, я не помню. Я везде ставила фамилию, мам. Там партии нема. Мы не за партию. Мы голосуем за представников партии, мам. Алла, ну так я же эту граху чистую. Граху не заполнила ніким. И я не могу выйти из кабинки. Короче, ты один бюлетень пустий кинула, да? Нет. Я взяла за життя, нашла и кто там внизу. Ну и правильно ты все сделала. Ты правильно. Я тоже не знаю этих людей, мам. Я еще и сказала. Я ставила просто напротив партии, за яку я хочу голосовать, партия, которая мне нравится. Шария партия есть. Ага. Есть партия Шария. И это. И партия, которая мне нравится, я находила эту партию. А людей, которые там идут на улице, я не знаю ничего. Я оставила любого. Я искала женские фамилии. А я один из этих. Так что, дай Боже, дождемся. Завтра, я думаю, уже ночью экзитполы будут. Уже ночью будут рассказывать, что к чему. Так что будем смотреть. Збудется. Ну, я думаю, что по нашему городу партия, за яку голосовала мама. Я не знаю, Саша. У нас таемное голосование. У нас никто. Саша стоял там, изучал очень долго. Я знаю, за кого мама голосует. Все, больше ничего. А так каждый голосует за кого. Мы живем в одной семье. У нас такого нет, что мама голосует за кого. Так, если ты не проголосуешь, сейчас тебя разведут. Бывают такие ситуации. Нет. У нас каждый голосует за то, и за кого. За кого считают нужным. Да. За кого считают нужным. А потом, когда уже результаты или когда наступает реальная жизнь, мы говорим, ну что, проголосовал? Ну, как тебе? Ааа, все. Ну, короче говоря, поговорили и на этом сели. Ну, когда уже идет обсуждение голосования. И потом, вернее, самой жизни. Так что все, выборы состояли. Слава Богу. Слава Богу. Дай Боже, чтобы все люди пришли. Чтобы больше был явка, явка, явка. Людочки, миленькие. Иди. Листы. У меня так нога вчера болела. А я сегодня пошла. И сидите. Как бы вам тяжело не было. Это наше. Это наше. Это наше. Маму надо было вагетаторы пхать. Тишка, а ты все? Уся привязанный? Ааа, и убегает. Видите? Мы же это нашли, как и шли. И это. И это. И это. И... Привязав уже Серёжа. Он уже текает. Где-то яму нашел и текает. Ты классовец. Ах ты классовец. Так, все. Там будка в нем, а ты что? Там, ты какая в него будка. У них же будка двухкомнатная. Для кота, для Бонни. Для него. Ты видишь, как? А, Алла. Так, маме надо. А вот эти кубики делают, как у него там плитка у него. Ааа, это мама. Смотри, как у меня плитка красивая. Воно, бачите, тень падает от забора. Халёсень такой. Так, все. Все. Спасибо вам за внимание. Не закончу цей репортаж. Пишла, каже, иду подивлюся, что там за двором. А я еще забыла сказать. Так приятно. Встретила родителей Сашиных одноклассников. Так классно. Знаешь, а где твой? А где твоя? А где что? И, знаешь, так разговариваем. И мы то встречались с ними, когда наши дети были школьниками, малыми. А теперь же каждый уже взрослый. И уже, знаешь, разговариваешь. Я думаю, что подожди, стоп. Мы же не за маленьких детей разговариваем. Мы же за взрослых. За взрослых молодых людей. Так что вот так все. Пошла проверять мама. Пошли мы переодеваться. Выборы состоялись. Масочка.